Здравствуйте, Валентина, я могу услышать? Кто спрашивает? Столичное агентство по возврату долгов. Меня зовут Ксения Петровна, специалист финансового контроля. Выдомляю вас в записи нашего разговора. Знакомы с Валентиной Ахмедовной? Сама собой. Чем звоните? Кем вы ей приходитесь? К близким и родным человеком. А вы мне кем приходите, чтобы я вам какие-то отчеты давал о своем семейном положении? Я еще раз повторяю, я звоню Валентине Ахмедовне. Столичное агентство по возврату долгов на сегодняшний день у Валентины Ахмедовны за должность. Это с КБ банком. Поэтому вам поступил звонок. С КБ банком? Что значит мы при чем? Вопрос конкретный, как вы слышали, так и воспринимаете. Вы здесь при чем? Мы же не из КБ банка, вы же не представились из КБ банка. Потому что в данный момент мы представляем интересы из КБ банка. А я вот в данный момент представляю интересы Владимира Владимировича Путина. Как это? Понимаете, вы можете шутить сколько угодно, но сегодняшний день это вопрос не решит Валентины Ахмедовны. Очень жалко, потому что я настроена серьезно. Кем вы приходите, Валентине Ахмедовне? Я же вам сказал. Родственник мой. Близким человеком? Родственник. Родственник. Конкретней. Сестра. Конкретней. Можно? Сестра младшая. Вы знаете, молодой человек, абсолютно не смешно. В каком смысле? В прямом. То, что вы сейчас говорите, это абсолютно не смешно. Я не утверждаю, что я хочу вас смешить, мне делать нечего. А в чем может быть смех от того, что я свои родственные какие-то отношения обозначил, если вы спросили? Валентина Ахмедовна, ваша младшая сестра? Да, что? А, продиктуйте ее номер телефона. Я вас неправильно поняла просто. Ничего не понял. А, чего вам еще продиктовать? Ее контактный номер телефона. А еще что вам продиктовать? Вы кто такие? Звоните. Вы что, надеетесь, действительно, что есть такие люди, которые по телефону кому-то там выкладывают информацию своих сестер-братьев? Вы, случайно, не в должном звоните? В сегодняшний день у Валентины Ахмедовны есть задолженность в Воскребанке. Но это не означает, что должен ее контактный данный, кому попало в Воскребанке. И эту задолженность нужно ликвидировать в течение двух дней. Я вынуждена заинформировать вас о том, что в случае отсутствия контакта или полного погашения суммы долга, будет судебное разбирательство. После получения судебного приказа, мы будем формировать запрос об аресте имущества по адресу регистрации или нет симпатического проживания. Я для этого и приехал к своей сестре. Впоследствии все имущество, находящееся там, может быть реализовано в счет погашенного долга. Вы не хотите спросить, зачем я к ней приехал? И кто я такой? Почему я к ней решил приехать и помочь? Вы уже сказали, что вы ее старший брат. Ну понятно, а у вас не свербит любопытство, почему я приехал помочь ей? На каком основании я хочу это сделать? Потому что это ваша сестра, и, наверное, вы хотите помочь закрепить ей долг? Да, но еще есть небольшой аргумент. Я юрист с 40-летним стажем. Это очень хорошо. Ну тогда что там про имущество вы хотели сказать? Продолжайте. Я не буду дважды читать скрипт. Валентина Хмедовна на сегодняшний день дал на банку определенную сумму денег. Вы это понимаете? Ну и что? Ну в суд подавайте вместе с банком. И что? А зачем в суд подавать? Так вы же только что сказали мне это, что вы будете в суд подавать. А теперь зачем? А вы вообще осознаете все последствия получения судебного приказа? Да, я судебный приказ за две минуты отменю. А что мешает вам с боровой не решить проблему, не прибегая к мишеницу третьих дней? Потому что я не согласен с суммой долга. Если вы не согласны с суммой долга, почему тогда, ну, а почему вы берете трубку и вместо Валентина Хмедовна разговариваете со мной? Я представляю интересы, так как и вы заявили, что вы представляете интересы банка. А я вам совершенно отчетливо заявляю, что я представляю интересы того человека, кому вы позвонили. На основании родственных отношений, на основании нотариальной доверенности, которую она поехала оформлять на меня. А я сижу в приемной, жду ее, когда меня нотариус пригласит. Он телефон здесь оставил, чтобы не звонил там. А вы на основании чего представляете интересы банка? Ну-ка скажите мне. Если вы юрист, вы должны знать на основании чего. Ну вот я знаю, но есть ли у вас такие основания? Я знаю на основании чего вы можете представлять здесь. У нас есть кодекс. У нас есть агентский договор с банком. Так кодекс у вас есть или агентский договор с банком? У нас есть агентский договор с банком. Черт, извините меня за выражение, вы интересуетесь. Вы просто должны на основании агентского договора сообщить о сумме долга. Не надо мне указывать, что вам не делать. Вы интересоваться, что вы намерены делать и кто с вами разговаривает. Вы не имеете права. Мы имеем право почитать договор. Это вы так решили, а есть закон. И что, да ваш договор? Есть закон, конечно. Вы на веке действующему законодательству его изучил пять раз. Там под микроскопом с простому человеку не разобраться. Я, как юрист, сидел два часа, хохотал над этим договором. И тем не менее, ваша сестра на сегодняшний день его подписала. И тем не менее, у нее есть задолженность. На основании 301 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации любой договор, противоречащий в большей либо меньшей части пунктов действующему законодательству, в суде признается ничтожным. Хорошо, статья 811. Последствия нарушения заимщикам договора займа. Договор ничтожный. Сейчас будем Кожанским кодексом России, да? Вы докажите сначала, что вообще какой-то договор. Договор я четко в суде знаю, что я его квалифицирую как незаключенный. Незаключенный. На каком основании? На основании того, что там куша фунтов, противоречащий в большей части законодательства, 451 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации. Пытайтесь мне что-то тут рассказывать, дилетанты. У нас скрипт она читает. Мозги включать надо, хоть иногда, а не скрипт читать. Скрипт читает. Говори дальше, читай свой скрипт. Что в этих случаях ты должна делать? Не разговаривайте со мной на «ты», я с вами разговариваю на «вы». А я на «ты» чтобы разговаривать, чтобы не заслуживать другого общения. Пришла она скрипт читать. А это не вам судить, что я заслуживаю. Ты людям звонишь, людям понимаешь, а читаешь скрипт. А вы разговариваете как с людьми? Как слышишь, так и разговариваю. Как заслуживаешь, скажу больше. Когда вы будете адекватно способны воспринимать информацию, я вам перезваниваю. И еще, друзья мои, информация для тех, кто хочет встать под юридическую защиту, для тех, кто хочет посетить наши регулярные бесплатные вебинары, для тех, кто хочет вступить в бесплатную группу ВКонтакте, в открытую, простите, группу ВКонтакте. В описании видео, с какого бы ресурса вы не смотрели этот ролик, вы можете увидеть внизу ту самую информацию, которая вам так необходима. А именно, сайт наш, www.3waliam.ru Ссылка на нашу группу ВКонтакте, группа открытая, доступ для всех свободный. Также ссылочка на презентацию вебинара. Теперь по порядку. Ссылка на наш сайт. Пройдя на наш сайт, вы увидите видео. Обязательно рекомендуем его посмотреть. Именно в этом видео выложена полностью вся информация, как устроена работа кредитных юристов. Пожалуйста, посмотрите это видео. Тем самым, очень много вопросов снимется, и вы будете максимально уверены в своем шаге. Значит, для тех, кто в группу ВКонтакте хочет вступить, все совершенно понятно. Проходите и вступаете в группу, там много информации, очень полезно, регулярно выкладывается. Для тех, кто хочет пойти и поучаствовать на бесплатном вебинаре, который мы регулярно проводим, тема вебинара «Как законно не платить по кредиту». Мы откроем очень много секретов банковских, которые так тщательно не скрывают. Тоже, пожалуйста, ссылочка в описании. Проходите, кликайте, посмотрите видео, там есть видео обязательно, тоже очень полезное. И регистрируйтесь. Пожалуйста, вносите в форму корректную информацию, которую предложит вам сайт. В активном случае мы не сможем с вами связаться, мы не сможем отправлять вам информационные письма. Указывайте корректно номера телефонов, указывайте корректно эмейлы, на которые вы хотите получить информацию. Для тех из вас, кто не видит какой-то точнее описание, допустим, смотрит данный ролик, слушает, простите, с канала YouTube, в конце этого ролика будет в окошке трансляции высветится три иконки так называемой аннотации. Справа будет кликабельная ссылка для подписки на наш канал в YouTube, слева будет ссылочка на видео, на видео, как устроена работа кредитных юристов. Обязательно посмотрите, очень полезно. Ну и посередине будет кликабельная ссылка, наш логотип нашей компании с презентацией вебинара. Еще раз повторю, для тех, кто хочет ставить заявку на консультацию, на бесплатную, пожалуйста, указывайте корректно информацию о себе. Как только отправите заявочку, проверьте свою почту, придет от нас письмо и будут указаны телефоны, с которых звонят наши сотрудники. Если по какой-то причине вы не видите письма в папке входящей, проверьте папку спам. Бывает, что письма уходят в спам. На этом все. На связи был Кузнецов Дмитрий. Счастья вам. Финансовое благополучие, здоровья и удачи.